То, что происходит сейчас на фондовых рынках, идет в разрез с тем, что происходит в реальной экономике. И возникают логичные вопросы. А что же делать? Стоит ли продавать, если у вас есть позиция? Стоит ли сейчас покупать или же стоит подождать более привлекательных цен? Ответы на все эти вопросы я и предлагаю дать в этом видеоролике. Меня зовут Андрей Михаилец. Приятного просмотра! И для начала я хотел бы порекомендовать вам свой новый телеграм-канал, где я делюсь полезной информацией по инвестициям и трейдингу, а также аналитикой и торговыми инвестиционными рекомендациями. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Кроме того, в описании к этому видеоролику вы найдете много полезной и бесплатной информации по трейдингу и инвестициям. Поэтому переходите в описании и пользуйтесь этой информацией в своей работе. Итак, это видео будет разделено на несколько частей. В первой части мы рассмотрим текущее положение дел в ключевых экономиках мира, а именно в Соединенных Штатах, в Европе и в Китае, то есть в основных экономических центрах. И начнем мы с Соединенных Штатов. И первый показатель, который я хотел бы рассмотреть, это дефицит бюджета. То есть на сегодняшний день дефицит бюджета настолько огромный, что таких значений мы не видели ни в кризис 2008 года, ни в кризис 2000-х годов. И вообще по истории таких значений никогда не было. То есть в бюджете Соединенных Штатов на сегодняшний день огромнейшая дыра. Следующий параметр это использование производственных мощностей. На сегодняшний день мы видим, что производственные мощности, использование производственных мощностей упало ниже отметки 2008 года. То есть это тоже очень низкое значение, которое по истории очень редко происходило. И это очень важно, потому что мы будем говорить дальше с вами про инфляцию, про денежную массу. И нужно понимать, что на сегодняшний день, вот по этому параметру мы понимаем, что реальное производство, то есть товара производится значительно меньше, чем производилось ранее. И это еще раз подчеркну очень важно с точки зрения оценки будущей инфляции, то есть рисков инфляции. Следующий параметр это розничные продажи. И логично, что они упали очень сильно, то есть значения крайне низкие. И это отражает настроение среди покупателей. То есть покупатели на текущий момент очень осторожны и очень осторожно тратят свои сбережения. Следующий параметр это безработица. И мы видим, что значения по этому параметру тоже очень большие, которых и они настолько большие, что по истории мы таких значений не видели, но разве что во времена Великой Депрессии. То есть огромное количество людей остается без работы и живет в Соединенных Штатах, живет лишь на пособиях. Хотя, к слову сказать, в Соединенных Штатах пособия настолько большие, что многие классы рабочих получают пособия больше, чем если бы они работали. Например, вот недавно смотрел интервью, брали у официанта. Вот он говорит, что он реально на несколько сотен долларов в неделю получает больше пособий, нежели чем он получал на своей работе, то есть когда ходил на работу. Поэтому в Америке, конечно же, государство оказывает огромную поддержку и оказывает оно за счет вот того огромного дефицита бюджета, который мы видели. Но очевидно, что такая система она неустойчивая. Если это будет продолжаться достаточно долго, это может привести к очень печальным последствиям. То есть огромное число людей остается без работы на сегодняшний день. И как мы с вами увидим дальше в этом видеоролике, некоторые рабочие места до решения этой проблемы, то есть до появления вакцины, либо же до появления какого-то лекарства, которое кардинально сможет изменить ситуацию с протеканием болезни, то есть кратно снизить смертность, кратно снизить осложнение, эти рабочие места не вернутся. Следующий показатель это динамика ВВП. И за первый квартал 2020 года мы видим, что ситуация плохая, то есть минус почти 5%, но она не настолько серьезная, то есть не настолько критичная. Но проблема в том, что это был лишь первый квартал. И если мы будем говорить про второй квартал данных, за который еще нет, есть только прогнозы, то прогнозы на сегодняшний день очень печальные и консенсус на сегодняшний день составляет примерно 30%. Сокращение ВВП в Соединенных Штатах 30%. Deutsche Bank пошел дальше и он прогнозирует, что около 40% во втором квартале потеряет экономика Соединенных Штатов. И следующий параметр это денежная масса, денежная масса М2. То есть мы видим, как этот показатель за очень короткий промежуток времени вырос очень значительно. И это на самом деле может стать большой проблемой, потому что, как я вот обращал ваше внимание на производственные мощности, которые упали, и мы можем констатировать тот факт, что товаров и продукции производится меньше, а денежная масса у вас растет. И это может привести к значительному росту инфляции. То есть что такое, по сути, инфляция? Это производная между двух составляющих. То есть с одной стороны у вас есть денежная масса, с другой стороны у вас есть объем товаров и продукции, там различных услуг, которые можно потребить. Ну, скорее более правильно говорить не столько денежная масса, сколько покупательская способность населения, но тем не менее эти две вещи, две вещи, они между собой связаны. И поэтому здесь возникает реальный риск того, что, несмотря на текущую низкую инфляцию, несмотря на текущие крайне низкие розничные продажи, в конечном счете мы можем увидеть значительный рост инфляции. А что такое рост инфляции? Это рост процентных ставок, это рост ставок по долгам и, соответственно, сокращение ликвидности в системе. Коротко пробежимся по экономикам Европы и Китая. И я здесь хотел бы показать очень интересную вещь. Значит, что сейчас ожидается? Ожидается, что 2020 год экономика в мире сократится, но вот 2021 мы уже как бы дадим всем на полную мощность, уже заработаем очень много денег и экономика прям вырастет очень сильно. И, значит, в чем это проявляется? Это проявляется в том, что прогнозы, например, вот по Европе сейчас следующие. То есть в этом году на 7,5%, на 7,75%, да, прошу прощения, на 7,75% экономика сократится, а в следующем году экономика вырастет на 6%, 6,25%. Так вот, минутка занимательной математики. Если мы берем 100% и умножаем на, значит, сколько у нас там сокращается, ну, грубо говоря, пусть это будет 72, пусть будет 93, да, значит, вот мы получаем, ну, вот от 2019 года, то есть вот у нас сокращение, теперь мы умножаем на вот этот вот рост, который у нас ожидается. И вот мы получаем, да, то есть к концу 2021 года экономика Европы, ну, в лучшем случае будет такая же, как она была в конце 2019 года. Это в лучшем случае, то есть, ну, там понятно, что прогнозы, они там плюс-минус процент, никто точно сказать не может, но тем не менее на сегодняшний день мы имеем такой консенсус. Поэтому вот этот рост, который закладывается в 2021 год, это не тот рост, который мы все подразумеваем, это рост за счет крайне низкой базы, которую мы получим в 2020 году, то есть в том году, в котором мы сейчас находимся. Теперь несколько слов по поводу экономики Китая, и начнем мы с показателя ВВП. В первом квартале китайская экономика сократилась почти на 10%, и, к слову, это первое сокращение за последние 50 лет китайской экономики. То есть все кризисы китайская экономика росла, но просто росла чуть более медленными темпами. В этом кризисе, вот в первый квартал, она сократилась на 10%. Конечно же, к данным из Китая можно относиться по-разному, потому что там очень часто их обвиняют в манипулировании статистикой, поэтому тут сложно судить, насколько эти данные, они адекватны той реальности, которая существует. Тем не менее, мы видим, что индексы PMI, а PMI это опросы бизнеса, вот индекс PMI в производственной сфере, он уже находится выше 50%, то есть это значит, что менеджеры позитивно смотрят в будущее и указывают на развитие сектора. Но вот сервисы PMI, все равно мы видим значительный отскок, но тем не менее, значение ниже 50%, что пока что не говорит о том, что эта сфера развивается. Но тем не менее, мы увидели вот то самое V-образное восстановление, которого все ждали от мировой экономики, но, к сожалению, пока что шансы, что мы увидим именно V-образное восстановление без, еще раз, без решения главной проблемы на сегодняшний день, оно маловероятно. И следующий блок в этом видео посвящен теме банкротств. И начнем мы с банкротств в Соединенных Штатах, потому что, на мой взгляд, ситуация там достаточно показательная. Так вот, это статья от Financial Times, и здесь я выделил несколько очень интересных тезисов. Во-первых, что здесь отмечается, что за последние несколько месяцев суды просто-напросто блокировали процесс банкротств по огромному числу компаний. И что на текущий момент вот эти компании, которые хотели бы быть банкротами, то есть они понимают, что у них очень много долгов, у них нет выручки, они не работают, они хотят стать банкротами, все, то есть закрыть бизнес. Но суды им мешают, то есть на текущий момент эти компании можно обозначить как зомби, то есть они не живые, то есть они не функционируют, но они и не мертвые, то есть они не попадают в эту статистику по банкротствам. И эта ситуация очень сильно искажает те экономические данные, которые мы сейчас получаем. То есть на текущий момент, вот в данный момент времени, размер банкротств, он значительно ниже, чем обычно во время рецессии. И по последним данным, вот размер банкротств, он даже ниже, на 35% ниже, чем в прошлом году. Но эти компании никуда не денутся. То есть рано или поздно статус банкротства придется признать. И по оценкам специалистов, мы увидим просто в ближайшее время огромный всплеск данных, когда эти банкротства фактически будут признаны. И по оценкам, вот эти значения могут быть на 15% выше, чем в момент кризиса 2008 года. И суды столкнутся с огромным наплывом дел, которым им придется решать по банкротству, которые, вот по оценкам аналитиков, они не видели никогда в своей истории. И еще один очень интересный тезис из этой статьи, это то, что многие из долгов вот этих компаний, которые сейчас хотят стать банкротами, они упаковываются в структурные облигации, то есть на примере коммерческой недвижимости, то есть облигации коммерческой недвижимости, о которых я рассказывал вчера, по Big Short 2.0, то есть на онлайн-трансляции. По этому же примеру, по этой же аналогии, просто многие корпоративные долги упаковываются вот в такие единые облигации. И сейчас мы этого не видим, то есть мы не видим вот дефолтов фактических по ним, но тем не менее потенциально в ближайшее время эти дефолты могут произойти, и это может очень сильно ударить по корпоративному долговому рынку Соединенных Штатов. Но корпоративные долги – это лишь одна из проблем. Существует другая проблема, это проблема частных кредитов, частных долгов, то есть люди, которые, обычные люди, которые брали потребительские кредиты, брали ипотеку, брали там что-то в долг и так далее. И сейчас эти люди тоже не могут выплачивать эти долги. Так вот, существуют компании, которые выдавали кредиты определенным группам рабочих. И в частности, вот в этой статье рассказывается про компанию, которая кредитовала работников сферы развлечения, то есть работников казино, работников отелей, работников ресторанов. И все эти люди одномоментно просто потеряли работу. И, соответственно, они не могут выплачивать, не могут обслуживать те долги, которые они на себя взяли. И если вдруг эти долги будут списаны, а на самом деле вероятность списания этих долгов достаточно большая, потому что это как раз-таки категория людей, категория работников, которая в ближайшее время не вернется на работу. И, возможно, эта ситуация продлится значительно дольше, чем мы сейчас ожидаем. То есть, опять-таки, до решения вот этой главной проблемы, то есть до появления лекарства либо вакцины, эти люди, ну, большая часть из этих людей на работу не выйдет. А если эти долги будут списаны, это, соответственно, нанесет удар по таким кредитным организациям, которые, в свою очередь, имеют свои долги, то есть имеют какие-то облигации, которые они выпускали, кредитные линии и так далее. И это все по цепочке может привести к достаточно серьезному кризису ликвидности. Еще несколько слов по состоянию бизнеса в Китае. Что мы видим на сегодняшний день? То есть мы видим, что ситуация в Китае нормализуется, но проблема в том, что производство нормализуется значительно быстрее, чем нормализуется спрос. То есть, да, люди начинают производить, то есть заводы начинают работать, но проблема в том, что продукции уже накоплено очень много и проблема в том, что эту продукцию девать некуда, потому что весь остальной мир находится на карантине, никто особо ничего не покупает и, соответственно, это может привести к следующей ситуации. Это может привести к тому, что вместо V-образного восстановления, которого все ждали и которого, скорее всего, не произойдет, если вдруг в течение нескольких недель там не появится какое-то медикаментозное решение, мы увидим W-в восстановление. Что это значит? Это значит, что мир, так как он был закрыт на карантин, неоднородно, то есть одни страны в одно время, другие страны в другое время. Это значит, что восстановление, то есть после вот текущего восстановления, которое мы увидим в Китае, китайская экономика столкнется с проблемой реализации той продукции, которую она, соответственно, производит. И дальше мы увидим очередную волну снижения. И после того, как будет снят карантин в остальном мире, когда заработают все предприятия, когда более-менее полноценно заработает вся остальная экономика, мы уже увидим вторую волну роста вот из этого W-в восстановления, которая и будет органической, которая, в общем-то, приведет к росту ВВП во всем мире. Еще одна очень важная, на мой взгляд, информация – это прогнозы по прибылям, по тем индустриям, которые больше всего пострадали от текущего кризиса. То есть прогнозы относительно прошлого года. И мы видим, что по большинству из этих индустрий прибыль упадет очень сильно, а по некоторым индустриям прибыли не будет вообще. То есть индустрии в этом году будут убыточными. И как мы можем видеть, это очень обширная индустрия, то есть это очень огромная часть экономики, которая покажет крайне негативные финансовые результаты в этом году. Теперь давайте взглянем, как текущее восстановление соотносится с предыдущими кризисами, то есть насколько оно быстрое. И мы видим с вами, что вот здесь вот есть усредненные значения по предыдущим кризисам, скорость восстановления. И мы видим, что этот кризис, который мы сейчас переживаем, и его восстановление, оно крайне нетипичное. То есть скорость восстановления очень и очень большая, то есть по сравнению с предыдущими кризисами. При том условии, что экономика на текущий момент, как мы с вами увидели, чувствует себя значительно хуже, чем в предыдущие кризисы. А восстановление фондовых рынков быстрее. То есть эта дивергенция, о которой мы говорили в начале этого видеоролика, она на самом деле еще более обширная, чем может показаться на первый взгляд. А если мы взглянем на Великую депрессию, как вели себя фондовые рынки во времена Великой депрессии, и почему очень важно сравнить с Великой депрессией, потому что финансовое состояние и экономика очень схожи с теми временами. То есть крайне высокая безработица, крайне огромный дефицит бюджета и так далее, и так далее. И мы видим, что в тот момент тоже в начале было восстановление фондовых рынков, но затем в течение нескольких лет фондовые рынки находились в крайне глубокой коррекции. Конечно же, такой сценарий с крайне глубокой коррекцией на фондовых рынках, на мой взгляд, на сегодняшний день маловероятен. Почему? Дело в том, что, ну, во-первых, опыта у центральных банков значительно больше, инструментов на сегодняшний день значительно больше. А во-вторых, здесь уже идет разговор либо пан, либо пропал. То есть если центральные банки допустят вот эту вот ситуацию и фондовые рынки упадут там на 50, на 70 процентов, то это, скорее всего, будет означать крах вот всей той экономической системе, в которой мы сейчас находимся. И они будут идти до конца. То есть они будут использовать все меры, которые у них есть. А есть, на самом деле, у них достаточно много. То есть они могут реально начать просто выкупать. Они скажут, окей, вы продаете. Вы продаете за что? То есть что вы получаете? Вы получаете доллары, которые мы можем напечатать просто по щелчку пальцем. Можно напечатать сколько триллионов, столько триллионов, сколько вы захотите. То есть захотят ли инвесторы, понимая вот эту ситуацию, менять акции на доллары, на валюту, которая в этом случае будет иметь крайне огромный риск, это, на самом деле, достаточно большой вопрос. Поэтому, конечно же, такую ситуацию, вот как была во времена Великой депрессии, я бы исключил, ну или как минимум дал бы ей крайне-крайне низкую вероятность. Так что же делать сейчас с фондовыми рынками? Стоит ли покупать, стоит ли продавать и вообще какая должна быть стратегия? Прямо сейчас рынки растут на новости о том, что вакцина может появиться уже этим летом. То есть не в первом квартале, не в конце года, как ожидалось изначально, а уже летом. Возможно, это спекуляция, возможно, нет. Мы, конечно же, наверняка не знаем. Но, скорее всего, с учетом огромных денежных вливаний, с учетом вот этой вот ситуации, в которую попали центральные банки, либо пан, либо пропал, не стоит ожидать огромного снижения. Да, мы можем еще упасть на 10-20%, возможно, даже протестируем вот этот лоу, но вряд ли мы увидим повторение ситуации, как это было во времена Великой депрессии. То есть, если мы будем мерить горизонтами 2-3 года, то, скорее всего, мы можем говорить о том, что фондовые рынки будут выше текущих значений. Поэтому, если у вас есть позиции, если у вас есть позиции с таким горизонтом, то я бы ничего с этими позициями не делал. Но, если у вас еще позиции нету, вы только пришли на рынок, и либо вы пропустили вот это вот снижение, вы хотели купить, по понятным причинам психологическим вы не смогли нажать вовремя на курок, и, соответственно, пропустили этот рост, в котором мы находимся, и думаете, стоит ли покупать прямо сейчас или нет, на мой взгляд, нет, то есть, вот текущее восстановление, оно слишком быстрое относительно той экономической, реальной экономической ситуации, которую мы видим. То есть, коррекция вот к этим уровням, на мой взгляд, она очень и очень вероятная, то есть, на горизонте там нескольких месяцев, особенно если вот эта вакцина не подтвердится, вот этот позитив, на котором мы сейчас растем, то мы сможем увидеть коррекцию к текущим значениям. Вот такая, на мой взгляд, основная стратегия и базовый сценарий по фондовым рынкам. Ну, а с вами был Андрей Михаилец, если это видео вам было полезным и интересным, не забудьте поставить ему лайк, также не забывайте заглядывать в описание к этому видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал, пользуйтесь бесплатными материалами, которые находятся там же в описании к этому видеоролику. Ну, и не забудьте посмотреть предыдущее видео, предыдущую онлайн-трансляцию, там, кстати, есть ссылка на презентацию моего курса по инвестициям на фондовом рынке. То есть, это профессиональная торговая система, которую я использую и с помощью которой я управляю деньгами своих инвесторов. Поэтому, если все это вам интересно, подписывайтесь, переходите, смотрите. Ну, и увидимся с вами. Спасибо за внимание. Пока-пока.